Друзья, всем большой привет! Сегодня с вами поговорим о китайском премиум танке 8 уровня, это Т-343. Эту машину можно приобрести внутри клиента за 8000 бон. Как видим, у меня уже практически накопилась нужная сумма, и я планирую себе эту машину взять, потому что из всего, что там сейчас есть, WZ-111 Альпийский Тигр у меня уже есть, то есть я на нем активно катаюсь, есть про него очень интересный видос. Кому интересно, посмотрите обязательно, оставлю ссылку в описании. И я решил, что стоит качать ветку Китая, а для этого нужно иметь как и тяжелый танк, так и средний. Оттого будем смотреть в сторону Т-343. И именно в этом видео я хочу разобраться в этой машине вместе с вами, так что присаживайтесь поудобнее, будем разговаривать. Поехали! Китайский Т-343 это очень хорошая машина, то есть которая имеет неплохое довольно бронирование, альфовую пушку. Да, это не самый ДПМный средний танк, но он альфовый, то есть можно играть от альфы, а я люблю танки от альфы. Плюс у него очень хорошая башня, его довольно давно, но апнули, и апнули очень неплохо, то есть у нас по орудию, давайте с вами посмотрим. У нас классический советский деструктор, то есть альфа за выстрел 390, бронепробитие 196, время сведения 2,5 и разброс 0,42 на 100 метров. То есть пушка, как видим, не самая точная, не самая скорострельная, но есть альфа. И что самое главное, друзья, это танк льготный, то есть он имеет очень неплохую подвижность, то есть здесь в сухих характеристиках мы имеем 14,5 лошадей на тонну, базовую скорость 50. Это не эталон, конечно, но танк едет, едет уверенно, у моих друзей, у двух человек есть эта машина, они активно на ней катают, радуются и получают просто удовольствие, поскольку машина льготная и десятых уровней она не видит. По экипажу для этой машины, я думаю, выбирать можно перки, это обязательно боевое братство и ремонт, думаю, нет, скорее всего плавный ход, плавный поворот башни, боеукладка здесь часто вылетает. То есть подбирайте перки в первую очередь под свой тип геймплея, это обязательно, в остальном боевое братство лишним не будет. По сборке здесь я для себя вижу, как я буду играть, это одна единственная сборка, мы ставим сюда вентилятор, стабилизатор и, соответственно, ставим досылатель. В таком ключе мы получаем по орудию разброс 0.39, время сведения 2.33. В принципе, в теории мы можем поменять стабилизатор на улучшенный прицел, для того, чтобы выкатываться и сразу пробрасывать. Тогда у нас будет разброс 0.37, но я считаю, что стабилизатор для этой машины будет на порядок лучше. Потому давайте сейчас с вами перейдем в коллижн, после чего посмотрим бой. Поехали в коллижн. Коллижн модель этой машины выглядит таким вот образом, видим, что у нас VLD имеет приведенку 191 мм, по умолчанию это сотка под хорошим углом. То есть 100 мм в приведенке имеется очень даже неплохое бронирование. НЛД также 100 мм, но хороший угол, там 190. Башня у нас летая, башня ничем не пробивается и есть два довольно больших люка. То есть в ближней дистанции машина будет выбиваться в крышу, будет, скорее всего, в VLD пробиваться. Восьмерками так точно, всякие ИС-3, там где 221 бронепробитие, смогут вас пробивать. То есть играть на ней нужно со второй линии, с третьей играть вряд ли получится, поскольку машина, ну, все-таки не обладает какой-то выдающейся точностью, да. Потому эта вторая линия играть за спинами тяжелых танков, это самая оптимальная тактика игры на этой машине. Борт у нас 80 мм, есть неплохая приведенка под острыми углами. То есть, в принципе, от борта кое-чего отбить может. VLD также, как я уже видел на практике, очень часто что-то отбивает, потому что все-таки угол неплохой. С девятками, конечно, она прошибается без проблем на вылет, а вот с восьмерками, когда попадаете еще и в бою, если есть семерки, машина может, в принципе, что-то отбивать. Особенно от башни. Углы вертикальной наводки минус 6 градусов с половиной у него, так что иногда, если рельеф не слишком резкий, да, В принципе, можно поиграть и от башни. Такая возможность есть. По бронированию давайте пройдемся еще раз. Уязвимая зона это лючки. Однозначно сюда будут пробивать, в принципе, любые восьмые уровни. И, я думаю, в принципе, НЛД также можно считать довольно уязвимой зоной. Но если вы меняете немного угол, делаете его острее, машина начинает пробиваться, скажем так, менее часто. Так что иметь на вооружении, когда выезжаете к танку, крутить влево-вправо корпус, в принципе, думаю, имеет смысл. Почему нет? Это может сыграть вам на руку. Давайте теперь с вами посмотрим бой и обсудим непосредственно тактику и как вам нужно играть. Поехали в бой. Бой, друзья, у нас на карте Утес. Как видим, бой с девятками и восьмыми уровнями. Игрок с ником LivingFate будет играть сейчас на своей 343. По оборудованию, к сожалению, мы не видим, что у него за оборудование. Но видим, что он играет с дополнительным пайком. То есть у него улучшенный рацион стоит на этой машине. Видим, что, судя по всему, он принимает решение поехать по второй линии. Возможно, заехать на балкон на этот. Сейчас будем с вами смотреть. Я выбирал бой такой, чтобы был максимально показательным по фарму. По урону. То, что мы сможем с вами понять, на что эта машина способна. Боев на этих танках я вижу очень много. То есть в рандоме они начали встречаться довольно часто. Эту машину охотно берут. Потому что действительно на альфовых танках играть приятнее. А пока он подъезжает в позицию. Я вам напоминаю, если вам нравится мой контент и нравится то, как я его делаю. Я очень благодарен за все новые подписки, за ваши комментарии. Поэтому, если вы впервые на канале, подписывайтесь. Пишите ваше мнение. Даже если вам бой не нравится, напишите об этом. В таком случае я буду знать, на каком контенте стоит сосредоточиться. Поэтому всем, друзья, спасибо. Я очень рад, что вы вместе со мной. Видим, что прошло у нас буквально одна минута боя. Он нанес уже 764 урона. 520 успел даже заблокировать. По хп видим, команды пока равны. Забрасывает отличный шот по Т-34 в движении. Видим, что у него на бронебойных скорость полета 800 метров в секунду. То есть придется очень долго привыкать к баллистике снарядов. Еще один дает шот с поджогом по стоячей 34-ке. Прет его на выстрелы с этого деструктора. Кумулятивы на этой машине имеют пробитие 250. В принципе, я могу сказать, что здесь, грубо говоря, орудие такое, как на WZ-111 и WZ-111 в Альпийском Тигре. По разбросу, я думаю, они будут очень даже похожи. По тактике видим, что он здесь подъехал в квадрат F3. Если бы я поехал, скорее всего бы меня здесь уже убивали. Я не знаю, просто игрокам очень часто везет на вот эти позиции. Не знаю, друзья, как у вас, но я когда в такие позиции заезжаю, на меня выкатывается 3-4 танка противников и начинают меня в полную силу разминать. Как я уже говорил по оборудованию этой машины. Мне кажется, он играет с оптикой, потому что у него прям такой сверх крутой обзор. По-любому, у него есть досылатель и, скорее всего, стабилизатор. Это мое мнение. Я же считаю, что на этот танк оптику ставить не стоит, потому что по-хорошему нужно играть от спин союзников. Здесь игрок прям нагло играет. Подъезжает к нему Йох. Сейчас он будет его разминать. В маску он его точно не пробьет, даже кумулятивом, поскольку там в маске довольно приличное бронирование. Ну вот в эти шишки, если будет попадать, то вполне может наносить урон. Вернемся к оборудованию, друзья. Я думаю, стоит ставить на него вентилятор, стабилизатор и досылатель для того, чтобы сосредоточить и убрать вот эти вот все недостатки от орудия. Потому что пушка, ну реально, будем откровенны, она косая. Стрелять вы будете нечасто. И как видели вы только что, он довернул корпус от противника. Это то, о чем мы с вами говорили. Чтобы вас не пробивали. Дает еще один уверенный шот ему в башню. Получает неприятный урон от противника. Йох в упоре. Неприятная машина, конечно же, будет. Без каких-либо проблем он его добирает. Имеет уже два фрага. 3 700 урона у него уже имеется. 1320 заблокировано. Как видим, в бою с девятками у него неплохо получается отбивать. Да, прям какие-то сложные противники пока что ему не встречались. Он играет в основном на основных снарядах, которые имеют бронепробитие 196 миллиметров. Светится кобра. Он спокойно сводится. Даже не до конца. И пробрасывает 349 по кобре. Кобра, я не назову ее прям какой-то бронированной машиной. 196 миллиметров пробития для нее должно абсолютно хватать. Еще один шот будет по ней забрасывать. Я думаю, друзья, этот танк за боны стоит брать. Тем более, 8000 бон это не какие-то недостижимые цифры. Вы всегда сможете их нафармить. Это льготный прием. Коих у нас на сегодняшний момент уже довольно мало осталось. Плюс это приятная машина. Очень стильно, красиво выглядит. Такой, знаете, Type 59 с серьезной ТТ-пушкой. Очень классный танк. Поэтому я рекомендую его также новичкам. Потому что танк имеет неплохой запас прочности. Имеет бронирование. То есть будет прощать, в принципе, ошибки. Конечно, если вы не будете бездумно ездить. Мой совет, то что ездите всегда с союзниками. Не играйте с первой линии. Здесь, откровенно говоря, игроку повезло то, что на него не выкатились противники. Могли выехать 3-4 танка. Он бы с ними ничего не сделал. Потому что эта машина не обладает абсолютно никакой скорострельностью. И перестреливаться на ней с двумя-тремя целями просто невозможно. Вы будете умирать. ДПМа здесь никакого нет абсолютно. Поэтому играйте вдумчиво, расчетливо. Анализируйте всегда сетапы, которые у противников. То есть мы видим, что в этом сетапе сверхбыстрых танков немного. Был бараск. Лис. Я не назову прям быстрой машиной. Еще один бараск. То есть сюда, в принципе, могли заехать 2 бараска. И сделать ему очень больно. Но, как видим, поехал только один. И то очень быстро слился. Тактика игры, как я уже сказал, абсолютно проста. Вы используете союзников как щит. Из-за их спин набрасываете урон. И спокойно фармите серебро. То есть для фарма эта машина отлично подходит. Потому что она льготная. Льготные машины не видят десятых уровней. Это огромный плюс, я считаю. То есть неприятно играть на премтанке, который обладает 196 бронепробития против десяток. Когда стоит перед вами какой-то лбом из 7. И что вы ему сделаете? Просто ничего. Будете смотреть, как он вас разминает. Шикарный шот по бараску. Видно, что игрок очень умело предугадывает баллистику своего выстрела. Потому что ББшка, ну, откровенно говоря, она медленная. 800 метров в секунду. Это прям печаль. Ну, здесь по стоячей цели. Он без каких-либо проблем выцеливает. Забрасывает борт. 4 фрага у него уже есть. Прошло у нас 6 минут боя. 4,5 тысячи урона у него уже имеется. 6-ая минута боя, вернее, идет. Пробовал дать дальний шот по Кобре. Но на такой прям дистанции, конечно, выцелить это будет проблематично с этой топушки. У нас счет 9-4. Союзники размяли абсолютно полностью противников, как видим. Быстрый бой. Турбач, можно даже сказать. В центре ребята выиграли позиции по Е-линии без каких-либо проблем, опять же. То есть хорошо, когда союзная команда играет адекватно. Пробует забросить по артиллерии. 460 очков прочности она имеет. В принципе, может повезти с уроном. Но, к сожалению, нет. Вылетает не слишком-то и повышенный. Внизу светится ИС-3. По которому, да, он сейчас будет спокойно пробрасывать ББшкой. Тут стоит к нему бортом. Вообще непонятно, чем занимается. Вообще, друзья, скажите честно. У вас бывают такие максимально простые бои, где вы просто приехали, настреляли кучу урона обычной ББшкой. Где по вам никто не пулял голдой, не упарывался у вас. У меня таких боев, вот как этот, ну, крайне мало. В последнее время так особенно. Рандом сегодня безумен. Иначе и не скажешь. Реальные игроки творят страшную дичь. Сливаются, убиваются. Ну, то есть, просто какое-то безумие происходит. Как будто дурдом сбежал и решил поиграть в танки. Если у вас так же, друзья, пишите об этом. Посмеемся вместе. Остается всего три ПТСА у противника. Это Тортос, Скорпион и ИСУ-152К. Мы видели, что Скорп был на балконе. Сейчас, по идее, Ренегат его должен подсвечивать. Думаю, он еще сможет набросать тысячу урона точно в этом бою. Много еще живых танков. Блайндит по балконам, по Тэшным. И сразу получает засвет. Нужно давать шот по Скорпу. Это однозначно. Спокойно сводится. И добирает. Шесть фрагов, воин. Отлично. Это хороший показатель. Плюс к фарму. То есть, я думаю, тысяч сто он за этот бой точно поимеет чистыми. Друзья, давайте подведем итог. Бой идет к своему адекватному завершению. Кому подойдет эта машина? Если вы ищете хороший средний танк, льготный. И планируете в будущем прокачивать ветку Китая. То эта машина для вас. Она будет прощать ошибки. Будет хорошо фармить. У нее прикольная пушка и прикольный геймплей. Поэтому, если я ответил на ваш вопрос, подписывайтесь. Пальцы вверх. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok